Всем здарова! Сегодня мы вместе с вами посмотрим новую, ну точнее не совсем она уже новая, на око она уже вышла месяц назад, да, но на ютубе она только что появилась, серию Духа моей общаги, я так понимаю, это заключительная серия первого сезона, я так понимаю, видимо всего лишь 5 серий, ну что-то я такое слышала, может быть не показалось, я не уверена, вот. Короче, давайте посмотрим вместе с вами, погнали! Так, сейчас мы будем вспоминать. Вроде последняя была 4 месяца назад перед этой. Это получается, Дима упал в могилу. На кладбище они были. Да, он упал в могилу, да, и он тогда, они, короче, вытащили, видимо, он его на своей машине подвозит в общежитие. Это друг нашего мертвеца, да? Угу, я так поняла, да. Как здесь окно открывается? Не стоит здесь климат-контроль. Я хочу открыть окно. Дмитрий, если тебе жарко... Да тебе сложно, что ли? Дмитрий! А я покурить, может, хочу? Покуришь на улице! Я сейчас хочу! Нельзя! Сейчас. Ты нашел могилу? Что? Ты искал там дядьку или кого? А, да! Все отлично! Он соврал тогда. Все успел, что хотел. Антон? Антон вообще приуныл жестко. Антон не все успел, не знаю. Явно не все. Битва медиума. Инна Келевская. Петр Читайлова, не Читайлова. Читайлова, не Читайлова. Подожди, у меня сейчас другая заставка. Или нет, такая же будет? А, нет, все, такая же будет. Нет, вот это вот та же. А начало-ка другое, нет? Сначала, мне кажется, еще другое, нет? Олег. Нормально тут сходили на кладбище. Найти себя. Послезавтра. А, он, видимо, сидит с Олей на концерт. А у него там, типа, есть какой-то свой дневник, который надо выполнить, чтобы ему, наконец-то, уйти отсюда, да? Да, да, да. Из-за того мира. Это в самом первой серии было. Да. Дим, да, нам помогает, да? Переживай. Ну, насчет концерта. Выполним этот пункт попозже. Много где можно использовать студенческую скидку. Что они там? А, сессия отмечена. Так, странно, общается с Маликами. Я, ничего, нет, я ничего. А что, какое-то видео скинули? Выложили. Что? Эфир битвы медиумов. А, вот этот вот, который был. А, это не приходили, где вообще. Да, 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 снимали. А это же вот он в чате писал, это свои девушки. Это получается Оля, это сестра младшая Олега. А он еще не знает, да? Нет, он знает, что они вместе. Он уже знает? Ну, вроде да, он, мне кажется, не знает, да. Он знает. А спать или не знает? Он даже не знает. Я вот не знаю, он знает в сериале или нет? Я думаю, что предстоит узнать, наверное. Не знает. На том свете отосплюсь. Ага. Удачи. Так, промотаем. НТН. Нет, подожди. Я хочу посмотреть свое досье. Ладно, давай. Может, хоть там расскажут про твои терки с Антоновым. Свет с родной, нашелся разлуки родителей и разлуки сестра. Видишь? Не, скажи. Сюда фотки мама выбирала, что ли? А это что за девчуля? Я же рассказывал, сестра. А, он даже не узнал ее. Жесть. Он же, получается, с Олей встречается? Да. Но Оля сейчас по-другому совсем выглядит. Ага. Потому что она такая вся, знаешь, готичная. Значит, он ее не знает. Кто? Что это его встречается с сестрой. Ну, получается, да. Оля, имя, как у твоей девушки. Мог бы и запомнить. А, точно. Подожди. Ты что, не узнал до сих пор, что ли? Стоп, подожди. Имя такое, как у девушки. То есть, зовут и фамилия, и ее имя такое же. Они даже не подумали, что это может быть та самая... Может, не та самая? Нет, та самая. Это его сестра, да? Типа что? В смысле? О. А она взрослая? На мою похожа. Так она, она и есть. Вот и сейчас узнает. Похожа. А, вот сейчас он узнает, что встречается с сестрой, походу. Очень похоже. Так, о, да. Типа, ты что, своей сестрой? А мне сказала, что она такое не смотрит. Типа, не смотрит, сама участвовала. Да. Это как с Домом-2, знаешь. Зашкварно сказать, что такое смотришь. Нет, не пойми, неправильно, я рад за нее. Просто, как так получилось вообще? Мда. Санта-Барбара какая-то. Вот, только что узнал. Почему она выбрала тебя? Она так изменилась, как же. Боже, как горячо, у меня кажется сердечный счастье. Чем тебе не устраивает объяснение? Мы любим друг друга. Дима, убери кружку с конспекта. Убери его вообще. И не трогай. А вот в этом и горячо было. Боже, как она одета. Не твое дело, как она одета. Вот шлашовка. Ты успел заделаться в феминисты. Мне все нравится, она красивая. Ну, естественно. А может, ей просто нравится. И вообще... Дима, я понял. Та же комната, все эти оккультные штуки. Дима, она здесь из-за меня. Она же скучает. Скучает? Что она рассказывала про меня? Да вообще-то... Ничего. Ничего. Ну, он бы знал. Ну, да. Совсем ничего. Олеш, а как тебе такая теория? Это совпадение? Я правда, блин, ей понравился. И нам, блин, хорошо вместе. Без всяких призрачных... Боню. Им уж больно будет. Извини. Занесло. Но я не могу быть уверен. Теперь я тоже. Спасибо. О, сейчас зайдет прям. Придется проверить. Прикольно, если они так перед ним начнут. Ой, подожди, подожди. Не, с девочками, видишь? Покушать принесут. Войдите. Войдите. Доставка продуктов в дом инвалидов. Лиса. Что? Я могу так шутить. Привет, девчонки. А где... Ну, неужели? А, видишь, тоже под руки с очки такие немножко готичные тоже. Это те же, кто что на фотках были. Она, из-за, не была не такой неформальной, да? Да, она была просто вот обычная девчонка. И вот, видимо, такая субкультура я приняла. Каким свою берлогу? Взяли с говядиной, как ты любишь. И с курицей, как ты не любишь. Шлифа. Спасибо, девчонки. Я чайник поставил. Мне кажется, ты ему нравишься. Нам пора. Пора, пора. Пора, пора, пора. Понятно? А, нельзя словаться. Ты же смотрит. Я так и подумал. Как пары. Да, как обычно. Ракен 40 минут рассказывал про отсидку. Было даже почти интересно. Как ему неудобно. Смотри. Я не вовремя. Я тут просто узнал кое-что. Да не тяни ты, давай спрашивай. Тут вроде как раньше жил твой брат. Ага. Ага. И ты мне не рассказывала? А что рассказывать? У меня умер брат. Он раньше тут жил. В смысле? Вот так совпало. Тебе что, совсем не грустно? Тебе что, совсем не грустно? Вот так. Нет, не грустно. Мне странно, что ты такие вопросы задаешь. Ты на что-то намекаешь. Ты на что-то намекаешь. Нет, ты что, я просто... Про одежду спроси. Ты выглядишь очень... Откровенно... Ты мне сейчас кое-кого очень напоминаешь. Брата? Брата, да. Одного знакомого морализатора. Я частенько подобное слышала. А, так она уже перед ним так начала надеваться. От брата? Да, Дима, от брата. Он, наверное, хотел как лучше. Неужели моя смерть ее ничему не научила? Неужели его смерть тебя ничему не научила? Что мне это передает? Может, не надо было это говорить? Оля, прости. Сейчас, короче, расстанутся. Зайду. Попозже. Она расплакалась. Видишь? Ты довел мою сестру до слез. Я довел. Я довел. Я довелся. Я довел твои слова. Я заботился о ней. Хотел как лучше для нее. Или для тебя. Драка. Только с призриком. Дима, не делай это. Делай то. Я же такой умный. Знаю, как жить тебе, твоей девушке, всем на свете. А сам-то что? Хорошо пожил? На всю катушку я смотрю. Там, кстати, странно, что у них вот эта доска открытая висит, где они ищут, кто мог быть причастен к смерти, да? И вот девушка пришла, и она же не спалила эту доску огромную. То есть могли заинтересоваться, например. Важно найти убийцу, прям так. Ну да. Я принял решение. Я извинюсь. И расскажу ей все, как я. Не думай. Она не поймет. Она меня всегда понимает. Дима, я лучше ее знаю. Не, я что, можно доказать. Уверен, что знаешь вообще. Ну, она просто изменилась. Ой, как злиться. Ого. 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 Как злиться. Ничего себе, он прям. А что-то такое заторчение пошло. Потому что ноги ломают. Вы заболены. Он в него селился. Да ладно. Да он его выпихивает. Поэтому я думала, как он через него прошел. А он в него пытается прям селиться. Ого. Называйте экзорциста. Битва экстрасенсов. Ау. Наверное, больно. Походу нет. А, вот сознание потерял. Егор убился. А, пришла она назад. Это же она. Он расскажет. А, он лежит. А он сознание потерял. Прикольно. Дух потерял сознание. Ну это странно. Вот показывает фотки. Все рассказал. Ходор рассказал, да. Ого. Чарли читает прессу. Разбилась принцесса. Да, они, видимо, с детства вспоминают. Разбилась принцесса. Знаешь, сделали как пластилиновую анимацию. Вот, есть? Кукольная. Да. Антураж чисто такой, знаешь, комнат, которые у всех были. Да. Светский антураж. Это такой, как раз именно тот самый антураж, в котором остались, знаешь, такие советские элементы, и при этом есть новые. Типа новые полки, да, новый стол. При этом все равно ковер, люстра такая. Не молчи, пожалуйста. Дима, это, сам понимаешь, в такое трудно поверить. Ну да. Я понимаю, но... Я очень ценю, что ты решил придумать для меня эту историю. Да, ну, ё-моё, ну... Ну, доказательство, покажи. Мне очень приятно. Но я хочу, чтобы ты понял. Я сейчас здесь, с тобой. А вот она. Конечно, сначала я просто хотела сюда попасть. И, конечно, познакомилась с мальчиком, который живет в комнате, населенной призраками. Видишь? Я была одержима. Я так хотела с ним поговорить. Да, прикинь. То есть, изначально с ним познакомилась, ты знаешь, что в этой комнате. Подожди, что? О-о-о-о! Да ты шо сделала? Я не хочу общаться с живыми. Ты бы ему понравился. Какая жесть. Ну, просто убила брата душу. А что через братом будет? Ну, тогда я поехала. Девчонки меня... Так он может упокоился на концерт. Непонятно вообще. Так он может все. Еще зацепляюшся. Это может решение проблемы. Он трассовый попался. Нет, нет. Это жестко. Смотри, прям шаги, ты можешь подружился с ним, считай. Бутылочек делать. Упаковить. Концерт. Ну. Пожалуйста. Хоть бы сработало. Хоть бы. Не успеть на такси проехать. А, все-таки позвонил. Ковновоз вам прям подписал. Антон. Так, спокойно согласился, чтобы подбросить на концерт. Погодка сегодня, конечно. Ага. Мы можем побыстрее ехать. Тут один поворот остался. Быстрее было бы... Бежать. Она уже не может, да. Что? Дмитрий, я хотел... Признать тебе... Я бы хотел кое о чем поговорить. Мужик, слушай, мне хватило... Не-не-не, скажи, скажи... Давай-давай-давай-давай. Кого? Олежа, что ли? Я так и сказал. Что тут обсуждать-то? Я видел твое выступление... На той передаче про медиумов. Угу. И это было... Мощно. Это было так низко, Дмитрий. Не мощно. Роживаться на чужом горе, чтобы... Чтобы что? Чего? Я знаю, ты всегда хотел быть в центре внимания. И я могу это понять. Но прошу тебя. Не так. Ты не знал его. Ты не понимаешь, что он значил... Я не знал! Видишь, он говорит, ты не знаешь, что он значил для меня. Он сказал. Но... Блин, лучшими друзьями. Просто... Ну, мы фонили, мы фонили. Я-то не знал! Докажи ему! Так, конспекты запорван все. Покажи, конспект, скажи, все, расскажи всю историю. Ты прав. Пешком побыстрее будет. Дверь, ты скрытная все. Так не поверишь, Джон, сестра не поверила, он показал, и все. Как он тебе будет доверять? Доказать, что нельзя как-то. Спасибо большое! Мы сегодня это будет последняя тесня, но мы... Сам конец приехал. Это одно из заданий, да? Да. Воскусись. Воскусись, как. Подождем еще. Он его заклеил, господи. Не, походу, все. Походу, он же не воскреснет. Да. Сеструха порвала. А нет, с духом общаке. Доказание. 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 Это реально? Да, что-то вот так вот и все. Нет, подожди. Стой, 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 стой. Нет, нет, нет. Подожди, подожди. А он попал куда? В лимб? Наверное, какое-то такое межпространство. Теперь можно уже в раю. Сейчас узнаем. Где это? Река. Снег. Исландия. Ага. Так, непонятно. Вообще непонятно. Много вопросов появилось еще дополнительных, да? Ну, я так понимаю, будет второй сезон. Я не думаю, что это весь конец сериала. Я думаю, что будет второй сезон, конечно. Все равно они совсем понимают отношения Антона и Олега. У меня там свои теории по этому поводу. Вы знаете, какие я в предыдущей серии еще говорила. Да? Да, я думаю, что такие у них романтические. Ну, что-то такое. Может, они просто лучшие друзья были? Ну, не знаю. Как-то странновато это все. Что-то как-то слишком непроникновенно общаются. Может, конечно, это было один раз, но один раз как бы не Костюшкин Стас, как говорится. Ужасные шутки, да? Как его называется? Ну, прям, конечно, я не ожидала, что вот такая вот тема будет. Я думала, что они узнают рано или поздно про сестру. Я почему-то думала, что он как-то уже узнал. Видимо, нет. Слушай, неожиданно был поворот, когда сестра порвала. Она разорвала, да. Ну, точно, знаешь, как бы отпустила уже, и ты такой, типа... Такой... Че? Какого? Духа убили, все? Силе Игры Престолов. Да, да, такой... И исчезает сразу. Челко, и конец, да. Это как Иннеда Старка, убийца в первом сезоне в конце, вот типа такого. Ну, короче, прям интересно, что дальше будет. Ну, интересно, да. Тут как бы такой очень-очень открытый финал, мне кажется. Назначная сделка на второй сезон. Не представляю, как он назад вернется. Только если какое-то чудо любви, не знаю, там, дружбы, магия дружбы... Может, ему придется теперь выполнить задание... Чтобы он вернулся? Ну, он же должен, наоборот, отпустить от себя душу, наверное. Не вернулся, наверное. Просто, типа, умер нормально. Так он так уже вроде нормально умер. Нужно показать, какой-то замерзшая речка. Непонятно, что это замерзшая речка. Ну, я так понимаю, это какой-то лимб такой, знаешь, такой. Ты между мирами каким-то замер. Ну, я не поняла, что говорят. И пока не выполнишь свои задания, ты не сможешь отправиться на отдых. Ну, пока не похоже, что вот Дима, знаешь, заклеил конспект, и из-за этого Олег должен вернуться. Пока не похоже на это. Мне кажется, это не сработает. Это, может, одно задание выполнил. Мне кажется, надо все выполнить. Непонятно. Ну, как тогда смысл? То есть, мы привыкли, что Дух моей общаги – это пара Димы плюс Олега, да, которые... А тут, получается, отдельно два чувака. Не знаю. Я даже не знаю, что просто будет в следующем сезоне. Но надеюсь, что следующий сезон будет. В общем, такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Хм, сложный выбор.